Здравствуйте, мои слушатели, те, которые случайно зашли на мой канал. Я хотела бы прокомментировать свой расклад на картах по поводу президента Украины. И то, что ответ от высших сил не был, после этого я сделала расклад. Но так как уже выборы у нас сейчас, ну, пока полностью не закончились еще, но уже сразу видно, что во второй тур вышел Порошенко и Зеленский. Вот, на раскладах входила Юля, Юлия Тимошенко. Что я хочу сказать по этому поводу? Значит, у каждого человека есть на земле право выбора, бороться за свою победу или не бороться за свою победу. Понимаете? Просто одному победа приходит очень быстро и легко, неважно, какими путями. А другому для победы нужно бороться. И вкладывать это огромное усилие, чтобы это победить. И так устроен мир. Вот. И как лидер Тимошенко, это... Она действительно лидер. Действительно достойна президентского правоправления, достойна этого поста. Вот. Ну, что произошло со мной? Я сначала, когда все это увидела после первого тура, конечно, я расстроилась. Думаю, ну, что же это так? Я вроде задала высшим силам вопрос, все, пришел ответ. Карты я раскладываю как просто подтверждение. Это, понимаете, как бы пришел мне ответ, но до конца я хочу быть уверена, вот, ну, пример, решаешь какое-то дело и с кем-то вот посоветоваться. А так как посоветоваться мне не с кем, вот, то я избрала вот эта вот карта. И я посмотрела просто по картам. У меня всегда сходится с ответом, который мне приходит. Вот. Это не то, что там кто-то на ухо шепчет. Нет. Это приходит вот через какой-то период времени, задал ответ, вопрос. И приходит именно вот в мозг, именно ответ, и внутри вот головы приходит. Вот. Спокойно, в тишине, когда-то расслабленное, все. Вот. И я стала доверять уже вот этим ответам и доверяю им. И прошло вот сколько там, после воскресенья, сегодня уже вот среда. И вот вчера буквально пора... Я вам просто расскажу, как вот пришел тоже ответ. Я расстроилась, все, ходила, думаю, что это такое, вообще непонятно. И тем более Юля Тимошенко объявила, что она будет бороться. Вот. Я еще это, мои дома говорят, ну вот, вот видишь. Я говорю, ну мы еще посмотрим, она еще будет бороться. А вот. А тут она гопа, это самое, и сказала, что я не буду бороться. И я, конечно, в шоке, что она сказала, что на суд она подаводит. Вот, не будет. И хотя нарушения были, но она не хочет с этим связываться. Вот. И я, значит, по работе. Вчера вот езжу по работе. А у меня работа такая, что, как бы, я менеджер. Работаю там по магазинам, заказы там делаю. Ну, такая разъездная работа. И вот у меня закончился вчера рабочий день уже к шести часов. В шесть часов. И я не успела к одному клиенту подъехать. Вот. И села на маршрутку, думаю, ну все, поеду домой. Уже так замерзла, все. Вот, все. Думаю, на следующий раз подойдем. Может, на следующей неделе. Вот. Еду в маршрутке, и как-то так вот уже настроилась, успокоилась. Еду домой, думаю, все. А с этой маршрутки надо было пересаживать на другую, там, через пару остановок пересаживаться. И тут мне приходит ответ. Право выбора. Я не поняла, думаю, что за право выбора. Вот. А мне приходит ответ. Вот, если ты сегодня не подъедешь к этому клиенту, у тебя не будет заказ. Ты не поставишь то, что, как бы, нас на работе требуется ставить какие-то там позиции. Вот. По моей работе. Ты это не сделаешь. А на следующей неделе, если ты поедешь, то там будет другой человек на смене. И заказа не будет. И я такая расстроена. И так же ж не хочется. Я замерзла, и все. Думаю, ну ладно, я поеду. И проезжаем мы эту остановку. И там буквально надо было три остановки подъехать до клиента. Недалеко. То есть подъехала все точно. Это женщина, которая на смене. Вот. Она мне сделала заказ. То есть мы с ней говорили, все, что надо было, я поставила в этот магазин. Продукцию. Все. То есть как бы все как надо произошло. Вот. И опять, значит, я ушла туда. Уже было где-то аж без двадцати семь. Вечера уже еду тоже в маршрутке. Все. И мне опять приходит ответ. Вот видишь, право выбора. Я думаю, ну понятно. Я же думаю, по работе право выбора. Вот. А потом приезжаю вечером. Домой вчера вечером приезжаю. Значит, и я же целый день с Эльвизом не смотрела. Я же на работе была. Приезжаю вечером домой. Ну вот. И тут, значит, Тимошенко заявляет, что она бороться не будет. Вот вам и ответ. Пожалуйста. Она вчера вечером, ну днем она, видно, заявила. А я же вечером пришла, я же не слышала. Вот. И я сразу так вспомнила. Вот, пожалуйста. Мне на примере показали по моей работе право выбора. Ехать мне или не ехать. Потому что на следующей неделе действительно другая была бы женщина. Главная смена. И мне бы заказа не было. Вот. Того, которому не надо было. Понимаете? Вот. И тут вот, пожалуйста, вот вам, пожалуйста, Тимошенко. Вот. Она объявила, что бороться не будет. Это раз. Вот. И во-вторых, мне пришел там ответ, что это идут разборки. Еще посмотрела там, у нас есть такая известная Монтяна, адвокат. Вот. Она тоже там сказала о том, что это разборки идут между Порошенко и Коломойском. Это у нас бизнесмены так называемые. У них есть какие-то договоренности. Вот. А там то ли еще будет вообще происходить. И Юля отступила в сторону. То есть у нее были причины свои какие-то отступить в сторону, чтобы не вмешаться во что-то. Я политически не подкованный человек, но просто вот элементарные вопросы. То есть я получила ответ на то, что право выбора, пожалуйста, Юля сказала. Вот. И пришел ответ, почему? Почему она отступила? Потому что там шли разборки по поводу Порошенко и Привата. Вот. Там сейчас на данный момент идут и судебные разбирательства. И даже 100% голосов не подсчитано. Понимаете? Висит вот эта табличка, пока не будет решения суданами по Привату. Вот. В сторону Коломойского. Вот. А там еще, если будет решение на сторону Коломойского, то Коломойский еще и Зеленского сольет. Порошенко. Понимаете? Здесь очень крупные разборки между этими бизнесменами. Но сам факт, что Юля решила отказаться. Но как лидер она действительно сильная. Вот. И если она пошла бы бороться дальше, у нее бы получилось. Получилось бы все. Вот. Я просто даже вот еще могу свой пример еще из жизни свой рассказать. Как право выбора. Вот. Это у меня было где-то 3 года уже квартиру как бы я уже построила. Но я в связи с вот этим Майданом, у меня должно было, ну, квартира сдаться буквально вот в 2016 год. Да, 2016. А вот я вкладывала в котлован, квартиру строила, потому что квартир не было, и я как бы вложила в котлован. И получается, что... Ну, я знала, что... Вот я изначально по себе, я знала, что задержка будет, даже когда не было Майдана. Вот. А тут произошел Майдан, ну, я поняла, ну, понятно, задержка будет, ну, строительство идет, но задержка в 100% будет, пока здесь все эти события не пройдут. Вот. Ну, а потом я стала как-то переживать, и моя знакомая вот по знакомству свела меня с честновидящей Оксаной Николаевной, которую у нас в медицинском центре. Именно не просто на дому где-то принимают, а в медицинском центре. Ее попросили, нашли ее. Там-то владелец этого медицинского центра очень такая женщина, она ищет таких специфических специалистов, мануальной терапии, там, ну, такие там, как бы, массажи у нее, такой довольно-таки хороший центр. И она этих специалистов разыскивает везде. Вот. И у моей знакомой пригласили родственницу, она вообще с Россией сама, и очень хорошо по, вот, типа, вот, как мануальная. Я плохо понимаю, но что-то с мануальной терапией связано. Вот. Она и подбирает клиентов, и та приезжает на, там, на месяц здесь делает мануальную терапию, и опять уезжает к тебе в Россию. Вот. То есть она подбирает очень таких интересных, не просто вот с улицы, а действительно специалистов. И вот эту Оксану Николаевну шла. Она педагог, образование, философия. Вот. То есть, ну, так в жизни получилось, как вот у меня. И вот она стала заниматься именно вот, как предсказаниями заниматься. Тоже вот она задает вопросы, и у нее к ней приходят ответы, я с ней беседовала. И там некоторые говорят, не ходите по гадалкам. Я к гадалкам ходила не из-за того, что судьбу гадать. Я ходила просто с ними пообщаться, узнать, что происходит со мной, понимаете. То же самое, что, а как происходит с ними. И вот поверьте, я очень много прошла, но суть они мне многие не объяснили. А именно вот эта Оксана Николаевна, она, когда я зашла, она сразу сказала, ты такая же, как я, понимаете. И с человеком можно было действительно поговорить. И она очень многие вещи мне открыла, по родни, там, то, что по маминой линии, там, она мне сказала, что там священники у нас там были, по папе дым были, там, прапрабабушка обладала способностями магическими, по экстрасенсорными способностями. Хотя я это не знала, вот, но когда еще мама была жива, я у нее спросила, мама, по твоей линии были священники? Она сказала, да, было три священника. Вот, а по поводу папиной линии мы плохо знали. Но так получилось, что когда я ехала на похороны уже мамы, сначала у меня папа умер, потом мама, это я уже узнала где-то лет 7 назад, то есть, получается, после Оксаны Николаевны года 2 или 3 прошло, потому что у меня родители, это уж ты бегу за друга. Вот, и я ехала через Москву, так как сейчас в Россию, через Калинин очень тяжело доехать. Вот, и надо вот было ехать через Москву. Вот, и там мне встретила моя двоюродная сестра, и у нас произошел разговор, я ей рассказала. А она мне сказала, да, действительно, по папиной линии была такая женщина. Понимаете? Вот. То есть, и меня вот судьба свела с вот этой Оксаной Николаевной, которая мне все разъяснила, вот, и сказала, как приходят ответы, чтобы я не боялась, не пугалась, что это никакие нечистые силы, как мне там многие пишут. У меня с детства было как что-то такое, а после клинической смерти оно просто усилилось. Вот и все. Так что, дорогие зрители, напишите мне в комментариях там, читайте Евангелие. Я все это давно прочитала, и Евангелие прочитала, все прочитала, понимаете? Вот. Я далеко отошла от своего. Вот. Я хотела рассказать по поводу квартиры. Вот. Как бы я знала, что квартира задерживается. Вот. И там, получается, в договоре было прописано, что компенсация. Но процент компенсации со стороны застройщика не был. Вот с моей стороны был прописан. А со стороны застройщика не был. Да, они обязаны компенсировать. Но что? Там конкретно не было прописано. Ну, такие договора, понимаете? Хотите, вы соглашаетесь, хотите, нет. Вот. И, получается, стройка задержалась на два года. И я к ней вот это ходила к Оксанне Николаевне и говорю, ну, вот я не понимаю уже. Я вот чувствую, что стройка, она дойдет до конца. И вот тоже понимаю какой-то вот, типа, осенний-весенний период. Ну, что-то такое. Я вот чувствую, я это вижу. Вот. Я хотела бы с кем-то посоветоваться. И вот я пошла к ней. Она мне сказала, да, действительно, там сказала, что осень или весна, вот это вот ранее. Ну, то вот что-то такое. Говорит, вижу, что деревья без листвы. Ну, вот-вот должны они сдастся. И по поводу компенсации, вот, ты, говорит, ходи. Если ты ходить не будешь и не будешь добиваться, то тебе ничего не компенсировать. На суд можешь не подавать. Но я на суд думала, что да, на суд это бесконечно судиться, это тоже не вариант. Потому что там же договоры не прописаны процентами. Я могу судиться бесконечно, понимаете. Вот. Я как сама думала, так она мне подтвердила. Просто ходи и проси. Они тебе будут посылать, они на тебя будут орать, истерики закатывать. Ну, ты ходи и проси. И ты добьешься. И что вы думаете? Дом сдался. Да, действительно, он задержался. Сдался он поздней осенью, получается, где-то в конце ноября. И вот я до этого ходила, просила компенсации. Ну, не так себе. А тут надо было уже право собственности получать. И я думаю, если я получу право собственности уже на руки, я с них компенсацию не добьюсь. Понимаете? И я решила уже ходить до конца, пока я с них что-то не возьму. И вот у меня, получается, с декабря по апрель месяц, это, ну, сколько, 4-5 месяцев, получается, я к ним ходила. Боже, люди, вы не представляете, как этот застройщик, директор застройщика на меня орал. Там такая истерия была. Они меня и посылали, и не хотели со мной встречаться. А я тупо шла и говорю, вы обязаны мне компенсировать. Компенсируйте хоть что-то. Сделайте какой-то ремонт, сделайте штукатурку, что-нибудь, ну, вы мне сделайте. Вот. Я не кричала, я не ругалась. Я просто ходила и капала к ним на нервы. Что вы думаете? Компенсация мне так и пришла. Они мне компенсировали за то, что они задержали эту стройку. Да, это маленькая компенсация, но все равно они мне сделали документы, документы на оформление права собственности. Надо было за это 500 долларов платить. Может, для кого-то это не деньги, но для меня 500 долларов это деньги. Понимаете? Они все от оформления сделали за свой счет. Все-таки я добилась. Я ни копейки туда не заплатила за оформление. Они мне это оформление сделали сами, вызвали меня и дали в руки, вручили. Понимаете? Вот я вам о чем хотела сказать, о том, что вы должны ходить, добиваться, если вы хотите чего-то добиться. А у меня было право выбора. Вместе со мной были такие же люди, которые вот изначально в котлован вложили, вот по крайней, по моей секции именно, где вот там была по секции, по парадному. Вот. Вместе со мной вложили в один и тот же период времени, было нас 8 человек. 8 человек. Потом мы как-то вложили, стройку немножко прекратили, потом ее опять начали строить. И вот из 8 человек, учитывая, что из них один был юристом и живет на моей площадке, он судиться не стал. Он и ходить не стал. Как разрешили брать право собственности, он бегом побежал оформлять. Я его встречала и говорила, ну вы же юрист. Ходите, требуйте. Вы же мне сами говорите, что они обязаны компенсироваться по нашему договору. Вот. Я не хочу право выбора. А мне компенсировали. И когда мне компенсировали, он меня встречает, ну как? Я говорю, да, компенсировали оформление 500 долларов. Он, да. Понимаете? Вот это так и Юлия Тимошенко. Если бы она пошла в суды и стала отбиваться, еще мы посмотрели бы на тот результат. Вот такое мое комментарие к раскладам на карты. Понравилось это кому-то, не понравилось. Но я ее провела на своем примете. Вот. Мои дорогие зрители, до свидания за то, что вы зашли на мой канал. Услышали. Заходите, ставьте лайки. До свидания. До свидания.